Добрый вечер! В эфире первого Приднестровского программа «Вовремя» В студии Татьяна Ивашенко и коротко о новостях этой пятницы Коммунальные службы Бендер берут повышенные обязательства по ремонту дорог и жилых домов Отличившимся студентам и аспирантам выдадут президентские стипендии А также большой семейный праздник в Рыбницком районе Сегодня в Министерстве экономики чествовали сотрудников Государственной службы статистики 20 лет назад постановлением Верховного Совета в структуре органов госуправления Был образован комитет по статистике Вначале просто преемник советского опыта За это время Госкомстат создал собственную систему На основе которой ведется учет всех изменений в жизни нашего государства Статистика знает все, утверждали Ильф и Петров еще в середине прошлого века Приднестровская статистическая служба сегодня это 87 человек Для которых сбор, анализ и распространение данных о всех социально-экономических процессах в республике В его населении и сферах каждодневный труд В своей жизни впервые я столкнулась с работой статистики Тогда, когда работала в школе заучив И самое страшное было сдать отчет в США по-моему 4 И человека, который принимал статистический отчет в советские времена в УНО города Террасполя Я запомнила на всю жизнь Потому что более никто не смог меня дисциплинировать, чем она Именно на основе статистических данных можно что-то спрогнозировать Можно что-то спланировать Можно на что-то рассчитывать Поэтому искренние слова благодарности за ваш очень-очень нелегкий труд Безусловно, что та информация, которую мы получаем о статистике, она бесценна Потому что без нее фактически невозможно ни один анализ, ни в какой-либо сфере В Приднестровье проживает 518 тысяч человек Из них 372 тысячи постоянно живут в городе А женщин на 8% больше, чем мужчин Все это данные статистики Главное до службы сегодня отслеживать ситуацию на мировом и внутреннем рынках Как говорят ее представители, чтобы обеспечить стабильную работу приднестровской экономики Должен быть уважаемым, если вы словно в городе В этом году служба статистики получила статус самостоятельного исполнительного органа госвласти Новое положение, по мнению руководства службы, обязывает соответствовать духу времени И уже сейчас в план деятельности правительства по ускоренной модернизации социально-экономической сферы Включены вопросы развития статистики Реализация приоритетных направлений развития госстатистики невозможна не только без поддержки государства Но и без тесного взаимодействия и сотрудничества со статистическими органами других государств У Приднестровской статистической службы женское лицо Составителям летописи нашего государства сегодня дарили цветы и награды И желали поменьше отрицательных статистических данных и больше положительных Подтверждающих успешное развитие самой республики Ольга Канцур, Александр Ермолаев, Первый Приднестровский В Приднестровье определены кандидаты на президентские стипендии Их получат 85 лучших аспирантов, студентов, представителей техникумов, колледжей А также учащихся дополнительного образования, детских, музыкальных и художественных школ Это очень-очень почетно, потому что стипендия президента Это самая высшая награда для любого учащегося студента или же аспиранта Конкурс был большой, но победили лучшие У кандидатов есть обязательные требования Это должен быть отличник, принимающий активное участие в общественной жизни Списки лучших утвердят в октябре А в утвержденном сегодня перечне больше всего студентов вузов Примерно треть Для них размер президентской стипендии составит 661 рубль в месяц Это в три раза больше, чем получает отличник в университете На страже мира Сегодня Приднестровским миротворцам вручили государственные награды По случаю 20-летия миротворческой операции на Днестре Сегодня мы наградили 14 миротворцев Которые по тем или иным причинам находились на службе Во время награждения президента Приднестровской Молдавской Республики Находились в местах, говорится, дислокации, в нарядах Сегодняшняя награда для меня очень многое значит Это первая моя награда Я служу всего лишь год после университета Поэтому награда большая, значимая И думаю, что дальше будут другие награды Напомним, что ранее медали за заслуги в миротворческой операции Получили более 120 военнослужащих миротворческих сил Будущее празднование Дня города Основная тема обсуждения на совещании у главы госадминистрации Бендер Помимо списка торжественных мероприятий Определили главный вопрос Когда праздновать? Так как 8 октября выпадает на понедельник Так как день города будет 8 числа, в понедельник Мы предлагаем его отпраздновать в воскресенье Выходной день Потому что рабочий день есть рабочий день И, наверное, не все жители города смогут участвовать в рабочий день Для того, чтобы сделать торжественное мероприятие как можно ярче Было принято решение провести соцопрос среди горожан Что именно они хотят увидеть на торжествах Согласно традиции, откроет день города театрализованное представление Где расскажут историю основания Бендер Будут открыты все музеи нашего города Не открытых дверей будет и в Бендерской крепости Поэтому желающие могут и посетить, и узнать что-то новое для себя В этот день и не только в этот день Это будет на протяжении с 5 по 8 октября День города, несмотря на то, что он выпадает на понедельник Будет объявлен для всех муниципальных учреждений и предприятий выходным днем Продолжаем выпуск Перевыполнить план по среднему ремонту жилых домов Решили жилищно-коммунальные службы Бендер Вместо запланированных 10 там отремонтируют 13 зданий Кроме того, уже к ноябрю службы завершат все работы по ремонту дорог Об этом на заседании профильной комиссии горсовета рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Николай Быстров Начали средний ремонт по улице космонавтов Сейчас занимаемся внутридворовыми территориями С этого года у нас 890 тысяч есть на ремонт внутридворовых территорий Программа утверждена опять же сессией Соответственность этой программы мы сейчас проводим работы на микро-районе Солнечный и частично на микро-районе Ленинский Как отметили на комиссии, утвержденная горсоветом программа сейчас выполнена на 80% Остались вопросы технического характера Это замена светофоров, нанесение разметки и приобретение песчано-солевых смесей на зимний период Правда, на их решение, как и в случае с ремонтом дорог, нужны средства А их в бюджете города не хватает Проблемных мест у нас много в городе У нас 170 километров дорог А денег в дорожном фонде у нас катастрофически не хватает Поэтому, конечно, текущий ремонт не обеспечивает в полном объеме качество выполнения и качество наших дорог Нужно как минимум средний, а вообще лучше, конечно, и капитальный ремонт Проблема с ремонтом дорог сложная, но решаемая Отметили на комиссии Часть денежных средств для этих целей уже найдена А в Дубасарах готовится к зиме 80% запланированных ремонтных работ уже выполнены, говорят специалисты жилищно-коммунального хозяйства Особое внимание в этом году уделялось кровле многоквартирных домов Пять мягких покрытий на многоэтажках удалось заменить полностью Частично отремонтировали и шесть шиферных крыш В планах до конца нынешнего года сделать еще как минимум столько же, говорят коммунальщики Параллельно производился ремонт подъездов В 2018 не только побелили и покрасили, но и установили новые металлические двери В прошлом году ПУЖКХ выступало лишь заказчиком по производству и установке дверей В этом все работы производили уже самостоятельно Двери металлические мы тоже в этом году изготавливаем на нашем предприятии Стоимость их меньше, чем в прошлом году Мы сами изготавливаем порядка 20% дешевле они обходятся Также все работы, которые мы производим по текущему ремонту зданий Производятся нашими службами, нашими специалистами Программа Дорожного фонда выполнена на 90% Был произведен капремонт четырех улиц, но практически на всех улицах города делался ямочный ремонт Дороги с гравийным покрытием по необходимости грейдировали Заасфальтировали и ряд дворов В этом году на трех главных улицах города появились новые тротуары К концу октября специалисты ПУЖКХ намерены освоить все 10 миллионов рублей Выделенные району в рамках республиканской программы дорожного развития В Слободеево становят городской стадион В советское время на нем проводили не только районные, но и республиканские соревнования Мероприятия такого же уровня здесь планируется организовать уже через год Об этом говорили на совещании, проведенном главой госадминистрации Масштабные работы по реконструкции должны быть проведены до холодов Определены первые направления, которые в первую очередь нужно будет сделать Это именно подъезд к стадиону Второе – это ограждение Третье – благоустройство Четвертое – решение вопросов с посадочными местами на трибуне После реконструкции стадион станет спортивной базой высокого уровня А вокруг него вновь появятся места для отдыха слободейцев и гостей города Такую задачу ставят местные власти С 10 сентября мост, соединяющий Приднестровскую столицу и село Кицканы, на месяц будет закрыт для проезда автотранспорта Пешеходов запрет не коснется Они смогут спокойно переходить на правый берег, объяснили в столичной госадминистрации Напомним, с 2010 года переправа находится на капитальном ремонте Сейчас предполагается произвести ремонт головных и домкратных балок Полностью работы планируют завершить к концу этого года После этого мост сможет прослужить без поломок еще около 10 лет, отмечают эксперты Однако движение транспорта, как и прежде, будет ограничено И вновь о праздниках Сегодня на предприятии Тирасполь Трансгаз Приднестровья прошло торжественное собрание, посвященное Дню работников газовой отрасли В этот день в адрес газовиков звучали только теплые слова За высокий профессионализм работников Тирасполь Трансгаз Приднестровья отметили государственными наградами, почетными грамотами, благодарственными письмами, денежными премиями и даже путевками в Болгарию Владимир Николаев на предприятии проработал более 12 лет, токарем Говорит, приятно, что его не забывают, даже когда он находится на заслуженном отдыхе За годы, то, что здесь я работал, коллектив очень понравился, раз Второе, сплоченность, и я очень счастлив, что я работал на этом предприятии Генеральный директор Тирасполь Трансгаз Приднестровья Николай Мицинский отметил высокую работоспособность своего коллектива Коллектив настроен в этих условиях выполнять всю свою задачу А самое главное, обеспечить бесперебойную и безаварийную работу всей системы С этим делом мы справляемся, с каждым годом работа добавляется, но вместе с тем те планы, те задачи, которые мы ставим перед собой, позволяют успешно решать их Тирасполь Трансгаз Приднестровья включает в себя 7 филиалов, расположенных во всех городах и районах республики Коллектив насчитывает 1700 человек, которые обслуживают порядка 400 километров магистрального газопровода Электронное декларирование товаров для физических лиц впервые было опробовано в Приднестровье в феврале этого года Для ускорения таможенных процедур сегодня оно становится все более востребованным среди бизнесменов Переход на новые технологии, как правило, проходит сложно Работать по старинке, то есть заполнять декларации от руки привычнее, даже если на это уходит масса времени Так до сих пор делают некоторые индивидуальные предприниматели, декларирующие товары на границе Между тем, практика показывает, система электронного декларирования позволяет в значительной мере сократить время подготовки документов в пункте пропуска Облегчает процесс внесения сведений в таможенную декларацию Оформление производится в первоочередном порядке Надо использовать новое, то есть это сделано для упрощения, для нас, для нашего удобства Для того, чтобы мы плотнее работали и с сотрудниками таможенных Достаточно один раз попробовать, там все легко, никаких сложностей нет Один раз попробовать и я так думаю, что они забудут, что такое бумажное декларирование Это заполнение декларации, как вот сидят люди и заполняют на посту Проведенные специалистами таможенного комитета специальные семинары, на которых разработчики системы детально рассказали о работе механизма электронного декларирования, дали свои результаты После встреч число индивидуальных предпринимателей, пользователей системы увеличилось в два раза Выросло и количество пунктов пропусков, на которых физические лица декларируют товары в электронном виде Если на первоначальном этапе электронное декларирование осуществлялось только на ТПП Первомайск, то сейчас оно осуществляется и на иных постах Тираспорской и прочих таможен Например, на ТПП Первомайск физическими лицами подается в электронном виде каждая десятая декларация Активно используют эту систему и государственное предприятие «Таможенный брокер», оказывающее услуги по декларированию товаров на границе Количество электронных деклараций, поданных предприятиям, с каждым месяцем увеличивается в два раза ГТК осуществляет постоянный мониторинг работы системы электронного декларирования и совершенствует ее возможности Прежде всего, это в интересах представителей бизнеса С этой целью на ТПП Первомайск обеспечен свободный доступ к Wi-Fi Станислав Стоянов по материалам пресс-службы ГТК В Рыбнинском районе началась уборка винограда Всего здесь планируют переработать в текущем году около 2000 тонн ягод Агрария отмечает, что в этом году из-за погодных условий уборка винограда началась гораздо раньше традиционных сроков Из-за жаркого лета его качество в этом году достаточно высокое На сегодняшний день здесь сахаристность составляет 19,6-19,7% То есть для вина хорошая кислотность и для приготовления коньячного спирта Тоже оптимальные, хорошие показатели Олиготе, Рислинг, Пино Блан, Пино Нуар, а также новые сорта Солярис, Бьянка, Савиньон Собственная сырьевая база составляет более 500 гектаров виноградников Из них 270 уже в стадии плодоношения Собранный урожай пойдет на изготовление коньячных спиртов и виноматериалов Сегодня школы-интернат села Попенки отмечают полувековой юбилей Сейчас в детском доме воспитываются 45 малышей К учебе приступили 176 школьников Поздравить юбиляров пришли многочисленные гости За полвека статус школы менялся не раз В школу-интернат детский дом она была реорганизована только 7 лет назад Юбилей учреждения событий немаловажное, ведь оно единственное на весь район Здесь проживают и обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей Поздравить коллектив пришли представители Министерства просвещения, правительства и администрации города Сколько за эти годы девчонок и мальчишек, оказавшись в трудной жизненной ситуации Нашли здесь свой дом, свою семью Могли получить образование, устроиться в жизни Специализированное учреждение находится под опекой государства Ежегодно на финансирование школы из местного бюджета выделяется более 10 миллионов рублей К празднику госадминистрации и совет депутатов подарили учреждению новый компьютер Деткам пожелать здоровья, успехов, удачи А педагогам мудрости и оптимизма С праздником всех! Сегодня образованием детей занимаются 62 педагога Ежегодно воспитанники школы становятся призерами предметных олимпиад Районных и республиканских спортивных соревнований За многолетний и добросовестный труд ряду педагогов было присвоено почетное звание Отличник народного образования Многим сегодня вручили ведомственные грамоты Андрей Малеван и Наталья Стратонова, Первый Приднестровский телеканал В Приднестровье завершился восьмой слет юных инспекторов дорожного движения Продемонстрировать свои знания в Кицканский лес съехались 10 команд со всех уголков республики Этот слет настоящий праздник с выступлением танцевальных команд и концертом оркестра МВД Путевки сюда получили лучшие из лучших Юидовцы носят форму, знают правила дорожного движения и четко их исполняют Вот у нас по республике 176 школ, вот естественно столько же отрядов Но обучаются это в каждом отряде где-то примерно по одному классу Это где-то более 2000 таких юных инспекторов Все нацелено на то, чтобы уменьшить детский травматизм Теоретические знания закрепляют на соревнованиях по велослалому Безошибочно точно и за короткое время выполнить змейку, движение по кругу, проехать под препятствием и по бревну Задача проехать с максимально быстрой скоростью Получить наименьшие штрафные очки Штрафные очки означают либо сбивают фишку препятствия, либо касаются ноги землей Вся трудность это в том, что именно максимально четко пройти все эти фигуры Преодолеть трассу с чередой препятствий под силу не каждому Миша среди юидовцев пока новичок и велосипед для него просто уличное хобби Но правила езды на своем сити-байке знают не хуже профессионала С 14 лет только можно ездить Но дорога вообще не часто катаюсь, лучше по тротуару, это безопаснее намного Где-то такое расстояние обозначено линией, что можно ехать великом В этом году на слете не было победителей Все участники спортивного фестиваля получили грамоты и призы А после все вновь разъедутся по своим городам И уже там продолжат контролировать выполнение правил дорожного движения Елена Певнева, Александр Чабан, Первый Приднестровский Молодежная сборная Молдовы по футболу провела последний домашний матч В отборочном цикле чемпионата Европы 2013 Поединок против сверстников из Албании состоялся на малой арене спортивного комплекса «Шериф» Тему продолжит наш спортивный обозреватель Константин Роек Встреча Молдовы-Албании имела решающее значение в борьбе за четвертое место в группе Для этого команде Александра Куртияна нужна была только победа Выполнять задачу Молдова принялась с первых минут Уже на восьмой хозяева заработали пенальти Удар с точки Артема Хачатурова отбил голкипер гостей Однако полузащитник сборной Молдовы со второй попытки добил мяч в сетку Не прошло и половины первого тайма, как в ворота Албании был назначен второй 11-метровый На сей раз исполнять вызвался радугенцарь, но вратарь гостей не позволил Молдове увеличить счет У нас много молодых игроков, которые пришли из юниорской команды до 19 лет Давление на них было большое В первой половине тайма назначили два пенальти в наши ворота Это стало для нас шоком Считаю, что в этом матче Молдове повезло После перерыва зрители увидели еще два мяча За три минуты до окончания матча Петр Леука поразил ближнюю девятку А в компенсированное арбитром время албанцам удалось отквитать один мяч В итоге сборная Молдовы одержала важную победу 2-1 и поднялась на четвертое место в группе Немножко не хватило силенок под конец матча На это есть и объективные, и субъективные причины Но для меня был важен всегда, конечно, результат А он положительный И матч был, на мой взгляд, очень интересный И мы могли забить, могли пропустить На то он и футбол Следующий матч сборная Молдовы проведет против России Которая, в свою очередь, разгромила Польшу со счетом 4-1 А россияне, скорее всего, займут первую строчку в группе А Молдова, несмотря на оставшуюся игру, местоположение уже не поменяет Опубликован сентябрьский рейтинг сильнейших национальных сборных мира В очередной табеле Молдова опустилась на 4 строчки и расположилась на 141-й позиции В лидирующей пятерке минимальные изменения Португалия и Уругвай произвели рокировку Во главе рейтинга непобедимая Испания Россия замыкает чертову дюжину лучших сборных мира Константин Роек, Первый Приднестровский телеканал И еще об одной дате Завтра в столице пройдут мероприятия, посвященные 200-летию Бородинского сражения В 10.30 от Мемориала Славы начнется крестный ход В 11 на Бородинской площади у памятника Кутузова состоится митинг А я напоминаю, если вы стали свидетелем события или происшествия Сняли его на мобильный телефон Если у вас есть интересная тема для обсуждения Пишите нам на электронный адрес tvdfis.com.ru Или звоните по телефону в Террасполе 25708 А на сайте нашего телеканала вы также можете познакомиться с новостями этого дня А теперь о погоде на завтра По сообщению Гидромедцентра 8 сентября ожидается переменная облачность без осадков Ветер северо-западный 6-9 метров в секунду Температура воздуха ночью от 9 до 12 градусов тепла Днем плюс 21, плюс 24 Атмосферное давление выше нормы Последующие сутки температура воздуха существенно не изменится Завтра солнце взойдет в 6 часов 31 минуту и зайдет в 19.26 Завтра солнце взойдет в 6 часов 30 градусов Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»